Добрый день, дорогие мои друзья! Вы на канале Галина Коломейко Кройко и Шитьё. Сегодня у нас не самая обычная история. Значит, перед историей расскажу буквально в двух словах. У меня есть ученица, ну как сказать ученица, наверное ученица. Живёт она в Италии и работает на ферме у сеньора Франческо. Сеньор Франческо, зная, что она в прошлом работала на фабрике по пошиву одежды, она умеет прекрасно шить пуховики, периодически обращается к ней с просьбой этот пуховик для него и выполнить. Но фигура у сеньора Франческо очень нестандартная, и готовая одежда ему не подходит. Он очень сутулый, как мы видим вот здесь по мерочкам, и к тому же у него ещё есть животик. То есть вот такая фигура, мы её называем, когда у нас одновременно выступают лопатки и живот, как она называется, неравновесный. Фигура неравновесная, и построить выкройку на такого человека очень непросто. Я сейчас уже не знаю, как и каким образом мы два года назад всё-таки с ней сделали это всё, общаясь только исключительно по телефону, хотя курса по построению вот этой вот мужской одежды она не приобретала. Но мы каким-то образом построили. Куртку она умница шила. Шила очень хорошо. Я поделилась её качеству. Опыт просто сказывается многолетний, видимо. А вот с тех пор прошло два года, куртка износилась, ткань оказалась там не особенно хорошей. Надо новую. А выкройки потерялись. Выкройки потерялись, и началось это обсуждение у нас в чате в Телеграм, в нашем швейном клубе, так сказать. Конечно, все запутались. Я тогда уже решила, давайте я, пришлите мне мерочки, я попытаюсь это сделать. Что у меня получится, я не знаю. Моя задача построить выкройку, шить, она умеет прекрасно, с технологией владеет. Мы определили с Катей с прибавками, что прибавка у нас по груди будет 16 см, на утеплитель и на всё, и прибавка по бедрам под сантиметров 12. Так как у нас это будет пуховик, никакого вточного рукава, конечно, делать не нужно, чтобы посадки вот здесь по окату рукава не было. То есть построение рукава будет рубашечное. Это первое. Второе. Длину плеча мы, конечно, немножко увеличим. Я не знаю, что получится из этого всего. Я сейчас начну строить, и мы с вами посмотрим вместе, где у нас тонкое место, где у нас тонкое звено, так сказать, и будем выходить из положения. Вот это у меня техническое задание. Значит, так как это мужская фигура, и силуэт нам нужно выправлять, я его, видите, вот какими сделала, да? То есть бочки у нас будут, подкрайные бочки, уходить будет боковой шов. Так как он у нас очень сутулый, у нас будет большая выточка по спинке, поэтому я её обыграю и спрячу её вот в такую кокетку. Но отстрочить, выстрочить там, я думаю, София всё у нас сможет самостоятельно. Итак, давайте начнём. Итак, начинаем, как всегда, с линии низа. Ширина сетки, прибавка 16, 54 и 16, получится 70, и плюс 2 сантиметра, потому что фигура неравновесная. Мы добавляем к ширине сетки 2 сантиметра, чтобы было что убрать. И оформляем средний шов спинки, средний шов полочки. Затем длина изделия до талии 30 сантиметров. Вниз бёдра у нас будут сантиметров, так, он такой обычный, среднего роста, ну, 18 вот так возьмём. Это константа. Если кто-то смотрит меня впервые, и вам захотелось узнать подробности, значит, вот так я снимаю мерочки. Ну, значения мерок я уже здесь писать не стала, в общем-то, это для тех, кто уже, как говорится, в теме. А вы легко можете найти эти значения и в моих книжках, и в начале, в плейлисте «Уроки моей жизни». Всё вы там найдёте и увидите. Итак, начинаем строить. Линия талии у нас есть, ТТ2. Линия низа у нас есть, ТН2. От талии вверх мы строим ДТП. Длина переда до талии 52 с половинкой и высота груди 28. 52 с половинкой и 28 это линия груди. А вниз мы отложим, значит, здесь у нас будет горловинка 9, а спинка будет... и вниз тоже 9. 9 это глубина горловины, ширину горловины я для мужчины возьму тоже 9, а спинку сделаем ему 8. Так, вот это у нас будет вырез горловины. Я с горловиной ничего не делаю. Примерка покажет, сколько её нужно углубить, как-то изменить и так далее. Это всё решается на примерке. Сейчас я закладывать сюда ничего не буду. Это линия горловины. Г, 0, Г, 2. Расстояние между центрами груди 13 с половинкой. Откладываем. Точка С. Из точки С влево дуга радиусом равным ширине плеча. Ширина плеча у нас 15. Ширина плеча 15. Давайте пока я 15 отложу. Мы будем смотреть, что у нас получаться будет. Конечно, мы хотим удлинение плеча сделать, да? Но пока пусть у нас будет 15. А высота плеча, косая переда, 26. Вот так вот. И плечико у нас получилось. Вот такое на передней половинке. Теперь задняя половинка. Значит, я построю сейчас заднюю половинку. Длина спинки до талии 56. Вниз 3 сантиметра глубина горловины и 8 сантиметров ширина горловины спинки. У мальчиков не как у девочек. Мы спинку делаем уже. И оформляем горловину. Дальше. Влево дуга радиусом равным ширине плеча плюс раствор выточки. Выточку я на сутулую фигуру в этом случае заложу 4 сантиметра. 15,4. 15,4 получится 19. Посмотрим, что получится. Уж очень он сутулый. Вот заложили. А теперь высота плеча, косая по спинке, 53. Это говорит, что плечи у нее очень покатые. У стандартной фигуры что это длина, что это одинаковая. Поэтому я возьму и исправлю немножко эти мерочки. Я сюда прибавлю, ну хотя бы 2 сантиметра и напишу 55. Это я так сама придумала. Потому что я люблю подравнивать свои мерочки под типовые. Я сомневаюсь, насколько правильно София сняла косую мерку. В крайнем случае, это же у нас пуховик. Если у нас эти 2 сантиметра окажутся лишними, ничего страшного. Просто плечевой пояс будет выглядеть более четким. И там появится какая-то свобода. Форма изделия будет держать вот это вот толстое. Оно будет держать все. И так мне надо 55. Ножку циркуля ставим в точку Т и сюда 55. Ну вот. Еще раз проверим. Значит, здесь 56. Так. А в этом здесь 55. Ага, 55. Вот я плохо увидела. Это все-таки вот она точечка. Ну и то хорошо. Вот где получилась у меня точка. Я анализирую вот эти точки. Они у меня на одном уровне. И это мне очень нравится. Значит, я ничего не буду менять. Сделаем вот так. 4 сантиметра. Это начало выточки. И строю выточку. И 4 сантиметра раствор выточки. Выточку делаем достаточно длинненькую. Потому что нам надо, чтобы она сутюжилась. Она смотрит у нас на выступающие лопатки. Вот так мы нарисовали выточку. Теперь поднимаемся вот здесь на 2 сантиметра. Это безымянная точка. И рисуем маленький отрезочек от горловины до начала выточки. Вот этот отрезок нарисовали. Затем измеряем правую сторону выточки. Откладываем на левой стороне выточки. То есть уравниваем эту выточку. И возвращаемся в точку P2. Конечная точка плеча. Вот горловина мне нравится. И вот эта часть мне нравится. Дальше. Мне надо найти ширину груди, боковой шов. Для этого я отложу 22 сантиметра по передней половинке. Это будет у меня начало проймы. И по спинке ширина спины 21. И конечно я туда тоже положу 1 сантиметр. 22 сделаю. То есть у меня получилось одинаково. Но это та пройма, которая строится для вточного рукава. Затем я должна ширину сетки. Она у меня получилась аж 28. Разделить пополам будет 14. И построить боковой шов. Вот. Ну это конечно я должна по идее взять и сейчас нарисовать вот так вот пройму. Так как пройму я хочу перейти, уйти от вточного рукава к рубашечному, то я сейчас набросаю вам, как бы у меня выглядел вточной рукав. Но вточной рукав не строится к таким большим прибавкам. Как только прибавки у вас выросли, значит надо переходить к рукаву рубашечному. Потому что вот такая форма проймы, ну никуда не годится. Вот я ее даже не стала рисовать ярко. Посмотрите в тонком карандаше. Я ее вот так вот изображу. Такую пройму мы оставить никак не можем.